Здравствуйте всем! Я Инна, мама Славика. Ему 9 лет, уже почти 10 лет в конце февраля. Мой первый видеоотчет. Мы с Давидом знакомы уже месяца где-то два. Провели три сеанса. Я для начала расскажу какие у нас проблемы есть, а потом уже перед тем, что у нас изменилось. Значит, у нас основная, конечно, проблема это поведенческие, даже скорее не просто поведенческие, а клики. Очень громкие клики. Сильная стереотипия. Ну и на входе у нее, соответственно, тоже вот эти клики. Вот. Также есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. У нас синдром раздраженного кишечника. Вот. Что еще? Стреотипия. А, ну и, конечно же, речь. У нас выговаривает Славик как бы не все звуки есть. Речь такая самая простая. В основном заученные какие-то фразы. То есть с предложениями он особо не разговаривает. Вот. Ну вот это, пожалуй, такое самое основное. Есть, конечно, целый ряд других проблем, но это уже нюансы. Значит, какие у нас изменения произошли за эти два месяца? После буквально вот первого сеанса и потом сразу мы послушали сказку Юсефа. Через несколько дней, скажем так, у нас есть проблемы со стомом. И он обычно может часто целый день бегать, посидит, подумает, или по чуть-чуть сходит, или вообще не сходит. А тут было ощущение, что у ребенка просто прочистился кишечник. Он буквально вот после сказки побежал в туалет и вот, знаете, так основательно почистился. Вот. Потом что еще? Какие изменения? Значит, он начал, если там в плане обучения, он начал понимать, что при разукрашивании нужно поворачивать рисунок. Потому что раньше он вот как лежит, так и разукрашивал. Лазит, не вылазит, узенько там широко, он его все равно вот так вот вверх-вниз, вверх-вниз разукрашивал. Также появилась, у нас есть игра такая, где из геометрических фигур нужно сложить какой-то рисунок. И он раньше вот не мог понять, какой стороной сложить фигуру, по примеру, как ее правильно положить. То есть сейчас он тоже иногда путается немного, но он сразу может геометрическую фигуру в правильном углу, в правильном направлении складывать. Вот он наконец-то это понял, как это надо делать. И мы уже несколько раз это складывали. То есть это не случайность, это вот уже такая приятная закономерность. Что еще у нас улучшилось? Значит, в плане моторики он начал застегивать сам куртку. Очень долго я этого ждала, потому что он никак не мог понять, как вот засунуть туда эту собачку. То есть сейчас ребенок полностью сам застегивает куртку. Вот что еще улучшилось речь. И не только речь. Значит, надо смотреть, что ты здесь раньше. Он там поел кашу, например, вот. А подвинет тарелочку и скажет, ну, это больше не хочу. И вот он сказал, не хочу. Или, например, бежали с ним на массаж, быстро шли, у него что-то там с ногой случилось. И он раньше только по виду его там как-то скривился. Видно, что больно было, но он ничего не говорил. Вот в этот раз он сказал, болит нога. Потом начал озвучивать то, что он делает. Допустим, если он, мы залезли в душ, он залез в душ, купаемся, он говорит, душ. Или сидит там, шкафчик открывает, говорит, открывает, открываем. Закрывает, говорит, закрываем. То есть стал немножко озвучивать то, что он делает. И также играли в лото, он тоже там правильно, неправильно все это повторяет и проговаривает. У него улучшилось чтение. Вот, он стал, я уже вижу, что он четко понимает то, что он читает. И он как бы стал стараться четко прочитать слово. То есть, если он бывает раньше просто читал как-нибудь, как получится, так получится. То сейчас он пока не прочитает слово правильно, он не успокоится. Он сидит, его пять раз читает, пока вот он действительно не прочтет его правильно. Он начал хорошо понимать смысл, смысл прочитанного. Ну, не все, конечно, но самое простое он уже понимает. Вот, это в плане обучения. Вот, также есть приятный бонус для меня от всего, от сеансов и от медитаций. Значит, у меня где-то вот в сентябре началось такое состояние было как бы депрессивное. И вот после сеанса с Давидом оно ушло. Стало спокойно. Плюс потом добавились сказки. И не просто стало спокойно, а стало, знаете, вот ощущение такое появилось, когда ты с утра просыпаешься, тебе хочется встать, бежать, чем-то заниматься. Какое-то даже, да, наверное, одухотворение такое появилось. Хочется встать и жить, бежать, что-то делать. Вот, вот это очень приятный бонус. Почему? Потому что, на самом деле, мы вот в этом году приняли такое сложное решение для нас. Потому что ребенок в предыдущие два года находился в школе-интернате. Там, ну, образование очень слабое, поэтому он там был у нас лучше в классе. Поэтому мы решили его оттуда забрать и перевести его в обычную школу на индивидуальное домашнее обучение. Вот. Решение почему очень сложное? Потому что, во-первых, очень большой был страх, что ребенок просто не потянет, не сможет. Вот. Это первое. А второе, вот, именно то, что касается меня, потому что ребенок постоянно фактически находится дома. Он, нет возможности его куда-то отвезти и оставить. То есть это было сложное решение для меня, потому что я понимала, что мне все время придется практически находиться с ним, потому что я вожу его на все какие-то дополнительные занятия. Я с ним в школе, то есть я с ним везде. Вот. То есть мама постоянно с ним, и это психологически крайне сложно, потому что все-таки и поведение, и истерики, все это 24 на 7 буквально ты в этом валишься. Вот. Потому что, вот, был страх, потому что до этого, например, он когда был в садике, как там садик еще там, пока вот сезон вот этот с осени по весну, он в садике легче. А летом, когда он дома, ощущение было отвратительное, потому что, как будто, вы знаете, вот, потихонечку просто едет крыша, да, потому что все время его надо чем-то занимать, нет возможности его куда-то отдать, даже на пару часов. Это очень психологически тяжело. Вот. Поэтому мы, честно говоря, вот я хочу поделиться результатами, что ребенок начал, у нас самая большая проблема – это математика, да. И вот мы буквально в начале года пришли, когда у него, смотрю, такие большие проблемы с составом числа, и я очень переживала, что все-таки мы не сможем, что мы не потянем это все. И тут буквально вот недавно ребенок, смотрю, начинает понимать, у него начинает складываться этот пазл, еще, конечно, не до конца, но, тем не менее, он уже некоторые примеры решает на, как это, в уме. И я понимаю, что мы справимся, что и он справится, и благодаря Давиду и Юсефе справлюсь я, и, в общем-то, вам огромное просто спасибо. Вы для нас вот буквально как волшебники, которые, да, вот, помогают исполнить нашу мечту. То есть я сейчас понимаю, что вот это все, что мы приняли это решение, это все не зря, это действительно правильное было решение. И мы вам безумно благодарны, вот, потому что без нас мы бы просто не справились. Вот, также хочу вот что сказать, что для себя какие выводы я сделала, что все-таки, конечно, прекрасно, что мы имеем возможность связываться с Давидом. Это огромная такая помощь. Но вот я поняла, что все-таки медитации, в всяком случае, потому что я вижу по результатам после медитации, после сказок, медитация тоже очень важный аспект. Это, знаете, как вот, наверное, как механизм, как часы, да, в котором каждая деталь сама по себе, она, конечно, может быть, чего-то стоит, но не так много, как все это действует вместе. Вот, также для меня стали вот эти вот комплексный подход, да, с медитациями для ребенка в виде сказок, с медитациями просто, которые делает мама или оба родителя вместе. Вот, и сеансы. Все вот этот комплекс дает просто великолепный результат, поэтому, конечно, не стоит этим пренебрекать. Обязательно нужно все в комплексе, тогда будет максимальный результат. Вот, также у меня радость такая просто, как материнская радость, потому что мы, у нас хоть обучение домашнее, ну, мы ходим в школу, вот дети отзанимались, а мы ходим уже после основного потока детей в школу. И недавно ребенок, мы там вешаем курточки в конце класса, я говорю, иди возьми свою куртку. Я раньше его всегда просила, говорю, возьми свою и мою, он приносил. А тут я смотрю, что-то он застрял, иду, а он взял мое пальто, снял, держит, то есть я его не просила. И ищет свою куртку сейчас, потому что погоды часто меняются, он не мог понять, где его куртка. Вот, и это так безумно приятно, что наконец-то о маме позаботился, потому что заботы как таковой у нас пока что не проявляются, и вот это так греет душу и сердце, что просто вообще... Вот, спасибо вам огромное, Давид, Юсефа. Мы вам безумно благодарны. Вот, спасибо большое за внимание, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok